здрасте 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 тут до меня дошли слухи что говорит устали мы фармить лего бегают туда одни ушелепки а мы ее фармим чисто для ката на кате никто книжки не собирает там другие ушелепки и вот так вот играть невозможно ничего пацаны мы решим эту проблему сейчас мы я вам дам таких конкретных парней с вами вам в группу в тиммейт и что будете как говорится забудете что такое фармлиги но потом будете меня ныть на другую тему что нам на катя теперь одни у ебки так сейчас мы отправимся с вами финальную сегодня у нас будет соответственно финальный тест ботов да при этом в этом а если прошлый раз я помогал ботом в этот раз я планирую вообще никак не содействовать то есть даже контроль давать не буду пусть совсем разносится собственно самостоятельно потому что вот эту сборку которую сейчас я сделал в принципе я крайне доволен ей они реально если говорить они кату проносят сейчас да забудь добро там лучше лучше многих людей с которыми я играл играл а при этом ну про лего говорить тут а я точно лего запустил а то сейчас будет это фетиш фетиш да олегом все хорошо вот так что в общем а стойте 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 поможем немножко что немножечко да ну самую мало грубер не спасай золотой я знаю что ты его телохранитель бро давай я ему не сильно больно сделаю не даже понравится ой сейчас я сделаю страшно ребят просто страшно сейчас сделаю ладно не буду пока я хотел взял это просто на череп сразу посадить потому что череп ему крайне полезен вот он увидели у меня в играх на катаклизме на череп справлялся че уже говорить про олегу а играть ему действительно начали ты проще так все как я уже сказал я даже контроль давать не буду а в лучшем случае это где-то мы будем с вами давать огромном там на патруль и чудо но все-таки игра рассчитана на четверых персонажей да и на третье уебска точнее на четвертое уебское тело никто не рассчитывал что кто-то так будет заходить и охуевать ничего не делает но у нас цель именно такая сегодня охуевать и охуевать по максимуму поэтому будем будем идти как говорится нет предела совершенства вот как думаете выбить час зелота все-таки на череп хай быстрее откатиться у него ладно давайте пока вот к порталу когда будем спускаться там будет как раз времени побольше если что чтобы откатить ему откатить ему обилочку ведь как быстро хп-шечка белая уходит сейчас люди то не справляются с таким уходом хп не говоря про так просто прикроем даже здесь таких моментах даже советую тоже не планирую а вот все зелот что хотел соответственно получил как череп у него есть все теперь хорошо теперь осталось чтобы он продержался у нас до нужного количества времени да так все зелота на хп накинули ему стоим соответственно стоим и думаем наш хорошо жить на белом свете когда нихуя делать не умеешь и ничего не делаешь следим только вот за товарищами которые могут сильно навредить но опять же как я сказал если когда мы прошлое финальное тестирование потом делали я еще и принимал участие какое-то непосредственно то здесь я буду стараться практически не приморить а вижу цель но не даем до последнего реализовать себя ботом ну как бы надо пацанам дать возможность показать себя в полной красе так 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 я думаю второй грим на брать эти второй грим наверно возьму тогда я потому что он бесполезен на этой карте даже для людей по части бесполезен так аккуратно аккуратно давайте давайте друзья вы должны стать не только моими друзьями там вас много парней ждет так у нас что он фит босс ничего страшного здесь мы тогда будем контролировать если что если вдруг пойдет волна там возьмем агро дадим ботом свободного места чтобы они могли скажем так позаниматься этим вопросом да если сейчас что-то будут куда падать мы будем подымать но это несу как бы нормальная процедура с учетом того что сейчас босс волна под мастер так а что-то мы это давайте вот так устанем товарищи почему нет мы должны хоть что-то так взяли агро дали забрали вот этот полкей пусть как бы это бот и разбирает но при этом говорю только как агро мы не будем распространяться ни на что больше да мы совсем на кирилле сурфит конечно стоит по-уебански просто нереально по-уебански так знаете чего добил укажет еще раз на баночку принесли пусть кто-то там по работа да но мы не забываем что в игре с ботами мы всегда используем французский так что нахида не заковыряли все знаете идет я в носу ковыряюсь вот это был нереально сложный нереально да я вспотел у меня вспотели все кончики пальцев контролил контролил нереально собственно то что была волна был босс перед этим была элита да ну я уже вам ребят сказал эти боки проносит кату кату проносит понятное дело что если у вас опыта нет то то что в хате я проходил там собственно скилл тоже требуется да но факт остается фактор очень аккуратно сейчас я сделал кстати ошибку что я вот так вот беспардонно решил вниз прыгнуть не посмотрев что там происходит так все мы взяли с вами второй грим хер с ним но все-таки есть шанс что в конце на последнем больше гримоносец у нас упадет почему так аптечка аптечки контролируем просто жутко и боеприпасы не забываем выдавать боеприпасы да это наша обязанность контролировать снабжение наших ботов так прикроем вот таким вот образом да чтобы он по мне стрелял но при этом надо уйти с линии огня иначе как говорится боты не будут стрелять потому что боты стараются френдли файр не наносить так все дождались пока убьют всех пошел в противном случае боты останутся на другой стороне то есть у нас low ground high ground сейчас смещение если вот так вот мы ушли то боты бы убежали бы что-нибудь там словили где-нибудь от чего не сдохли это одно из правил которые вы обязаны соблюдать играя с ботами то есть вы контролируете смену high ground low ground и понимать когда это нужно делать а когда этого делать ни в коем случае нельзя и тогда зелот нас начали пассивку уже отъехал у него все хорошо белая хпш какой-то медленно он себя чувствует офигенно не болеет все хорошо у него чё не надо смутать я чего-то долго все мы с вами идем дальше так здесь куча мобов хилки нет чтобы сбросить этот комик но мы бы его здесь конечно не сбрасывать машина зелоту нанесет человек которому нельзя сбрасывать книжки всегда должен нести и чтобы не дай бог не похилиться да и когда играете зелотом вы обязаны всегда помнить что вы должны контролировать все хилки без исключения потому что ни в коем случае никакие хилки оставлять нельзя а вы должны знать идете дальше должна быть хилка все значит аптечка должна быть съедена у вас должен быть свободен слот но съеденным смысле от хилена кого-то из тиммейтов до жестко мы даже не отреагировали а вот вам аптечка вот вам аптечка которую поднял этот вот что вот только я вот это вот всю херню вам рассказывал что я могу сказать теперь есть еще аптечка у сиена ладно на пока играем без зелота пока играем без зелота до какого момента мы играем без зелота когда у нас второй том появляется блять далеко у нас второй дом лежит еще не до него так нужно будет найти хилку заставь поднять хилку только после этого мы сможем вернуть зелота обратно все просто вот вот на ровном месте да буйло там зарезалась с этими этими она подняли сразу все зелоту тяжело играть без стаков потому что у него три таланта завязано этих стаках как минимум они сразу просто отключаются понимаете это а есть другой вариант выбора когда вы играть будет смотреть я там скажу что будет про зелота будет интересоваться так давайте первое так первый грубер поднял и на чтобы он ее не сожрал и вот там будет 2 сейчас и мы сейчас потом вернем зелота обратно в строк причем а вот я об этом обязательно в основном уже гайде расскажу вам потому что игра зелота подразумевает собой определенные определенные правила поведения и когда такое случается если говорить про катаклизм это практически пока моментально чем пока связи с тем что вот так вот вы просто автоматически лишаетесь одного из основных своих тиммейтов что конечно приведет именно на катаклизме обязательно прочувствовать до последствия данного поведения сейчас мы заставим селена снять сразу аптечку с себя а да здесь тоже аптечка лежит замечательно она сняла ее ладно ждем идем дальше нужно нужно срочно хилка на срочную пилка пока у нас пошла ведь нештатная ситуация ну кто ожидал то есть я говорю вот вы контролируете когда карте так все хилки знаете да но и я даже присоединиться там вот эта хрень будет стоять и которые сразу заюзают и успеют еще и сожрать от этого греха что они делируют они делируют все живот мне конечно жаль блять сейчас они показывают на двух гримах хотя бы у него какие-то там если они помню не помню работает ли у хотя бы один стак бичевания но по моему работа так она мы с вами продолжаем наше приключение так спрыгивать уже не будем потому что опасно боты могут во время волны зависнуть наверху а это означает что вы будете полностью бесконтрольно разделены и как следствие это может закончиться опять же не успех но мы как всегда крайне полезно очень тяжело тяжело ребята парка фарма это как бы легия прям тяжело нереально реально потею потею все устал после этой катки возьму месяц отпуска так вижу хилку ребят вижу хилку отвали наху я тут и я отлично отлично мы можем возвращать возвращать зилу то обратно исходный только пассивку придется ему сбить теперь блять ну что поделать что поделать и мы такие сука жизнь такая извини зилу бро я не специально это это все игрские обстоятельства так очень плохо такого могут не увидеть поэтому движемся а наш шайтан труба хрен туда попадет сейчас конечно то вот сейчас вот нам будет миллион спешил до пакет пулеметчиков там всего такого но наши партии как бы скомплектована максимально вот видели сейчас пультами того же делота уже залили до времени теперь у него до хрена чтобы откатить свою посевку как здесь хилки то хорошо так граната блять а я не позволял так все снова снова начинаем запотевать начинается волна так это можно делать не с вами вот такая песня пошла ставим работать начали работать там подслеживаем за спинами наших тиммейтов да за этими тиммейтами следить не впаду они реально стараются не хотят нам покапить ничем даже вот понимаете а вот этот вот отхил который они совершили да вот грубер уже от чистого сердца он видят что бедный его тиммейт на черепе и говорит такой ну бро ну бро ну как ты так я тебя спасу понимаете он ведь не со зла то есть это вам не всратый эльф на регене на катаклизме на массовом регене понимаете а он реально не со зла он такой типа ну ребят ну я же я хорошего хотел да правда он не знает про поговорку да там благими делами дорога в ад вымощена но он же все таки будет давайте сделаем их поправку так мы с вами потеем да потеем так поймете ли потеем дальше потеем так сейчас будет очень сложный этап очень сложный ребят это забрать второй флиант потому что мы на гноме мы с вами на гноме на картконогом гноме а лучше запрыгивать с этой стороны поверьте а не вести их через этот через все перепрыжки так следим за сменой вот видите сиенари она а что то она что то знает мы этого не знаем а она что то знает и вот надо разделять с ней это знание иначе хуёво будет и вам и ей и всем все аннигилированы так надо успеть надо успеть так второй том разумеется мы передадим сиене сиене я сказал все хорошо другера не постеснялся сразу отхилится неправильно вот это очень опасно про это я говорил да если бы мы сейчас с вами шли через все вот эти нижние конечно там это еще та веселуха шайтан труба шайтан труба я по своим попал больше чем поэтому шайтан а остальные почему не у викой не понял так ладно мы с вами снова знаете как смотрите самый полезный гном так согласитесь нереально нереально сидим этот по игре это прям вот прям вот сложно так партий я же вижу что ты хочешь сделать морду видите когда единственное к сожалению все это сильно 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 удлиняется потому что когда вы не беретесь то есть не направляет таким вот образом вот это уже видите стоят по большей части поэтому будем слегка продавливать чтобы показать парням что мы типа наша жопа в угрозе и они конечно же нас спасут потому что они то братюнина аккуратнее с вот этими оверхедами потому что что тиммейты в обычной игре люди вот так вот ловят их за вашей спиной что тем более боты боты всегда стремятся встать видите за вами а это прямая прямая вот просто вы там будете парировать какой-то оверхед а бот его конкретно будет жесткий жесткий зилот видите как он жесткий становится когда он на стаках так тихо 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 все хорошо успокоились все хорошо парни так вот это так аккуратно смотрим направление откуда здесь у шлепки вот оттуда с берсерками ребят сразу вам говорю что боты себя ведут так же как и люди то есть они стоят в блоке и ждут пока тиммейты им помогут поэтому об этом имейте ввиду и особенно в частности когда вы увидите билды вы поймете почему я сейчас как бы спойлерить не буду в чем причина но это очень нужно контролировать именно в частности берсерков и монах то есть помогать ботом на этих типах противников надо здесь мы конечно не помогаем и хотя бы просто там ну может быть щитом полегче ударим и то стараемся даже этого не делать как вы видите потому что нам нужно максимально просто максимально показать эффективность наших парней чтобы вы поверили как верю я да и уже у вас вопрос если реально с лего полностью отпали бы видите я даже принципиально до последнего не держу то есть это вы тоже должны понимать что боты этим тоже занимаются и это тоже вот смотрите я все время напоминаю про боеприпасы видите у грубера всего два боеприпаса у зелота 8 вы должны об этом знать помнить видеть наблюдать и контролировать это то есть не забывайте снабжение ботов это ваша прямая обязанность именно прямая обязанность ребят так все спешалов нет можно менять полграунд полграунд проверили что все будут пошли все хорошо так смотрите ребят у нас патруль хаоса я предлагаю его убить там мы дадим сейчас агро хотя жаль вот что сейчас вот скинул у нас грубер в ульту не вовремя да к сожалению грим уже у нас на руках так отходим от края если чем мы прокинем эту так гранатку поможем да у нас она осталась прокинем еще одну нам еще подсунули да щиточек все теперь даю агро патруль хаоса для меня как бы мы как бы были готовы пацаны наши готовы да опять же в отличие от большинства тиммейцев которые видят патруль хаоса и начинают игру заново так у нас вон там еще хаос варк так помним да что боеприпасов у нас на спешл почти не осталось если вдруг боеприпасы полностью кончится объявляется спешл начну контролировать я как видите патруль хаоса справились да помощь конечно была одна среди двух гранат но извините ребят все таки игра еще раз напоминаю рассчитываем на четверых да правда как бы мы не хотели охуевать атакуевания своего но надо это так слушать пакмастера вижу пакмастера слезу за пакмастером даже помощь не требуется так один боеприпас там сильно просто нагибает успевает спуск из дробовика со всего врача понимаете красавица пошли дальше так все мобов надо чтоб добили добей я прошу все теперь можно спокойно менять ну здесь видите если бы у нас например то есть гранаты можно было бы не прокидать если бы у нас мы могли бы проксю раздать да то есть но поскольку мы все таки с вами решили что типа ну грубо блять видит банку не видит препятствий а вот все таки решили взять второй грин да даже не смотря на карту пускай будет максимальный максимальный типа максимально сложно что можно лидить да пускай так все грохну гранату взяли боеприпасы подняли все идем так помним почему банку нельзя я думал ты возьмешь банку грубо бротик не делай так не делай так не надо спереди просто может лежать хилка а разумеется себе мы ее в руки брать не стали ну банку потому что нам вполне возможно что потребуется именно руки спереди свободные потому что вот мы помним мы контролируем мы играем с делотом да все мы снова начинаем запотевать волна там все дела там справа спешил так чуть-чуть пробуриваемся да чтобы бот и начали драться а то иначе долго это все будет говорю пока мы в бой с вами не вступаем они тоже такие ну ну а мы что рыжие что ли из этой оперы а это вот так а 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 еще помним про то что когда с арены выйдем там тоже будут лежать силки и это тоже надо учитывать а на нагадили нам тут по полной давай давай работали кончили пидо да вот видите хилка лежит опасно опасно хилки это опасно а 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 хилки. И, не дай бог, там будет ненужная нам хилка. Ее нужно будет хватать прям вот сразу. Пока они будут разбираться с мобами. Так, здесь мы поможем только гранаткой. Вот чисто дадим контроль. Контроль мы дали. Дальше. Просто пошли аннигилировать. Аннигилировать босса. Это пипец, блядь. Ребят. Вот этот гранат передали. Пускай, пускай унижают босса. Унизили, короче. Унизили. Обоссали. Просто в угол забили. И оба... Все. Вот пока с ботами они дерутся, мы срочно хватаем. Видите, там две хилки. Первую хватаем. Вот так вот сжираем прям сразу. И вторую сразу. Хоп. И нету. Все, бротик. Все мое. Так что, зелот, жопу я твою берегу. Знай это. Так у нас тут. Немножко персерф, немножко колодок. Гранатку вижу. Гранатку подняли. Все, мы с боеприпасами видим. Давайте Грубер выдадим. Грубер выдадим. Чего добр пропадать, правильно? Так, все. И идем с вами дальше. Сейчас у нас остается последняя книга. Ее мы, конечно, дадим Груберу. Чтобы, не дай бог, говорю, то есть у нас не должно получиться неприятная ситуация. Так, здесь у нас, смотрите, кто ползет. Ладно, отпустили, отпустили. Но мы за ним следим одним глазом. На всякий случай, знаете, как бы. Мы, парни, в вас верим. А, смотрите, боты, видите, что делают? Все, они видят цель, не видят препятствий. В этот момент всегда идете за ботом. Боты знают, что там находится пидорский спешл. А в этот момент вы бежите в другую сторону, расстояние разрывается, вас, например, хватает, вы умираете. Или, например, другая ситуация. Наоборот, типа, ботов там всех перехватают, и вы один остаетесь. То есть, вот это ситуация, которую... Ой, смотрите за ней всегда. Видите, что боты пошли по своей программе. Ничто ботов так, как говорится, не интересует, как споршил он. Что такое? Так, далее, этот что-то пока этот прослакал. Сейчас вот это дело убьем. Мы похилим Грубера, разумеется. Грубере надо жить. Здравствовать, так сказать. А, берсерки, ребят. Берсерки, вот что, прослакал. Я говорил, с берсерками надо помогать. Вот так, похилим, чтобы парень не переживал, что у него все плохо и... Ну, мы дальше можем не спать. Так, что у нас, что? Все? Кончились? Все, мы идем с вами за последних книжонках, следим, что нету спешелов, хотя мы их слышим, или что боты идут за нами. Вот если вот так вот они делают, спрыгивать сейчас нельзя. Все, степошили, все хорошо. Потому что, если вот так вот спрыгнешь, говорил, вы останетесь просто в жопе. Ситуации на ровном месте просто. Вайпают Тиму, и все. Так. Ну, все, хилка есть. Там спереди сейчас еще будут хилки, поэтому сейчас мы пройдем, вот здесь преодолеем вот этот этапчик, и я заюзаю эту хилку, чтобы освободить руки, ребят, потому что, как вам говорю, видите, я не вижу, они видят. Боеприпасы следим. Так, восстановили, восстановили, все. Узелоты сейчас пассивка под опасностью, поэтому мы очень аккуратно движемся сейчас все вместе. Так, хилку вижу, вижу хилку. Давай, сиена, иди сюда. Не, ну а что, если они не нужны этой хилке? Давайте, чудо бы пропадать зря, правильно? Почему сейчас работаю по спешелам? Именно, чтобы, не дай бог, пассивку взял просто на родном месте, не списала какая-нибудь хуйня, вот типа вот этой вот. Хотя, сейчас вот наорал уже этот, грубо, поэтому я даже париться не буду, не буду. В данный момент. Так, у нас еще один босс. Сейчас будем, если что, контролировать с вами этот. Ну, давать агро, если начнется волна. Блядь, вот. ладно, выведем, просто выведем сейчас ботов, не видно его, там, априори, нихуя, вот, видно, но я отсюда, из этой пуколки, да, его хер убьешь. Ладно, двигаемся сюда, все, начинается волна. Хер там жив, как говорится, к сожалению, у нас тут, так, все, грубер, блядь, а вот этот, кстати, его можно заставить зависнуть. Нет, все, отвис. Так, сейчас будем давать агро на прибежавшую волну, отводить ее таким вот образом, а вот, пусть разбираюсь. Ну, хоть какую-то, хоть помощь, ну, откажем, да, я понимаю, что, вы должны просто понимать, что, я говорю, в таких ситуациях на той же лиге вы видите, как намрут люди, а, а вот. Так, сейчас они кончат уже, вот, роля несчастного, у нас второй босс, второй, вначале, в конфликт, и второй, все, по 29, дальше теперь они спокойно убивают все говно, мы заберем косточку, мы заслужили косточку? Заслужили косточку. Так, грубера мы похилим, где грубер, вижу грубер, не лишь препятствий. Все, парень, живи, все хорошо, там, что спереди еще у нас килка или две, гиптенар выбирается. Хотя, как видите, Зелот среагировал моментально, моментально среагировал на ажасинах, но это, к сожалению, происходит не всегда. Так, боты, нет, боты на месте. Я думаю, боты пошли по своей программе. Охуеть, он вышел, блядь, из своего транса, и решил нам наебнуть. Ну, ну, что за скотина? Вот она, хилка, собственно, по которой я говорил. Так, сейчас мы будем заходить в этот, там мы опять же сожрем эту хилку, скорее всего, чтобы руки у нас были свободны. Хотя, нет, не будем, да уже в конце сожрем, потому что угрозы нету, как бы, книги у ботов на руках, значит, они уже не поднимут, и какому-то говна не замутят. Как вы можете видеть, да, мы уже прошли почти всю карту, книги все боты несут. Боссов, блядь, какие боссы, какие хаос-патрули. Там чуть-чуть, главное вам понимание, как играется с ботами. По статистике мы там еще поржем просто с моего нереальнейшего ДПСа, да, в этой игре. Я тут выдал просто, по-моему, там это, такого ДПСа я никогда не выдавал. Вот, это даже не тот случай, как я уже сказал, как был первый раз, когда мы с вами делали первую сборку, там, несколько месяцев назад работав, здесь я даже никакого, как бы, мое участие, вся моя помощь, это в разделении хоть какого-то ограна себя в плане там веса. Но ни контроля, ни урона, ничего, да, ровным счетом абсолютно ничего мы не делаем. То есть, по факту, вот эти три парня у нас сейчас проходят все это самостоятельно, то есть, без нашего участия. И я считаю, что это очень достойно, с ученым того, что говорят. Да, новички, понятно, что еще Лего не проходят, там есть кто-то не проходит, но есть и старички, у которых возникают периодически проблемы в этом топлище, так сказать. Так, ждем, ждем, ждем. Почему я не ухожу? Потому что такое откопление ботов, мобов с ботами оставлять нельзя, потому что, видите, они отворачиваются, начинают бегать за вами, и просто умирают от множества тычек в спину. Поэтому волны вот этого все, вы должны понимать, когда вы можете перемещаться, а когда вы этого делать не можете. Видите, то есть, они не бьют. В лучшем случае, они парируют и отбивают удары, но не бьют, к сожалению, и это тоже надо учитывать. Так, здесь, смотрите, у нас есть топлички, да, значит, сейчас мы захилим товарища Сиену, не товарища, а нет, мы только одного захилим, значит, мы захилим Сиену. Там, вторая аптечка нам потребуется для того, чтобы у нас была там на арене птичка. шанс того, что кто-то все-таки упадет, да, с учетом того, что про все никак реализовать себя не сможем. Так, закидываемся, аптечку берем, боеприпасы суем, товарища, все восстановлено, ждем, пока убивают, менять будем одновременно, чтобы здесь у нас никто не остался, и Люсьник по морде ударов не получил. Видите, мобов много, поэтому ждем, 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 ни в коем случае просто так мы не ныряем вниз. У меня были случаи, когда мобы даже в портал не заходили, находясь от него в одном метре. Все, идем вместе. Идем вместе, идем вместе. Так, нет, все, они отвернулись. Видите, когда они перестают идти спиной, значит, можно, можно, все, ныряем. Все, мобы на месте. Потому что, я вам говорю, случай был, когда боты просто не заходили, в портал, и ты уже до босса набегал, они там отъезжали, еще все продолжали. Это из-за того, что вы их оставляете с мобами. Пока они дерутся, пока еще какая-то вот такая активность есть, ни о какой речи убийства, перемещения, перемещения к вам быть не может. Не знаю, сейчас попробую забаговать мобов, если боты пойдут драться с боссом. Если не пойдут драться с боссом, то придется ебаться здесь все вместе нам. К сожалению, видите, босс далеко, и это некомфортно. Но, в любом случае, отсутствие ботов на арене поможет нашим товарищем. Так, нет, походу, они не пойдут драться. Без нашей так прикрыли, прикрыли, прикрыли. Так, а я не понял, что бомбы полезные? Пофиксили, что ли, беспалево? по-моему, не пофиксили. Что-то я лишнюю панику. Так, ждем. Бот пришел, все равно босс пришел к нам. Так что мы здесь можем с вами стоять. А, боты пусть свое грязное дело делают. Была бы проксом, мы бы, конечно, бы раздали 50 разное, но, что поделать. Блять, вот это плохо. Я надеюсь, полуторый порез. Смотри на меня, ебар. О, мигдец. О, хорошо, 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 сколько, Букву на меня. Букву на меня. А помните, недавно выходило видео, обучающее по поводу этого. Как раз был проточный портал на Агрубере, на скале. Когда там 20 или 30 минут мы убивали этого босса, на легенде, блять, смотрите, да? И тут мы с ботами, понимаете? Вот, весь фетиш, фетиш ситуации абсурда. Ребят, легенда была, легенда, люди. И вот то же самое с ботами. Надо срочно похилить. Но я не хочу отходить с этого места. Если даже сейчас Грубер умрет, ничего страшного. наорал на всех. Все, пошел, брался. Депос потек, ребят, видите, да? Боты просто звери, сука. все. Не удалось, не удалось. Грубер живи, бротик, мы тебя засейлим, не ссать. Так, все. Теперь у нас, поскольку это лего, будем уже перемещаться теперь вместе с ботами, мы захилили, будем давать контроль и тут все такое, потому что, ну, боты не будут как бы по углам стоять, это разумеется, да? Такой уж геймплей подразумевается. Ну, и помогать это будем, чтобы вот эти зеленые сопли он не распиливал нам. Здесь уже надо, просто надо, потому что без этого не вариант. Вот смотрите, сейчас бегут эти товарищи, дали агро, дали агро. Много что он вернует, да, помогать, опять же, стараемся по минималочке. Зелот, видите, работает, зелот, зверь, не зря мы его уже поперебли всю игру. Монахи, монахи, те же самые берсерки, поэтому по ним даем чисто контроль. Помните, да, это особенность игры ботов, о чем у меня, глянь, ну ладно, игру берутяжка, здесь уже было, ничего страшного. так, у нас снова бегут, слушайте, на всякий случай, дайте что, я сейчас все-таки помогу здесь, здесь надо помочь, это все-таки финальное событие, карты, которые, вон, я говорю, у нас там товарищи, проходили 30 минут, блядь, люди нахуй, люди, ёпт. убивать не будем, но контроль, контроль давать, блядь, еще и щитовики, Игора, шо ты с нами делаешь, нам нахуй, да, к сожалению, блядь, щитовикам на гранату, блядь, боль большой, борозы, так, раскрыли, грибрана, так, грубер надо поднять резко, и все станет сразу проще, потому что сейчас появится кричун наш, да, и говорю, эта пати действует вся вместе, для них важно именно вот взаимодействовать друг с другом, так, сейчас прибегут монахи, даем снова агро, дал агро, так, зил работает, работает, так, будем ускорять этот процесс, потому что значит, это может быть вечным, да, музыка, говорю, к сожалению, здесь мобов не поставят по углам, ну, да, и хрен с ним, да, главное, что они ведут себя адекватно и адекватнее, чем люди, да, 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 лучше оставить, лучше всегда оставить, хрен его знает, что там вылезет, так, узелка кончились боеприпасы, скажем, поднять, открываем, взвод убивает, сейчас поможем, поможем, грубо, бро, открою, открою я тебе этих, открыл, открыл, работай, работай, давай, ну, давай, на брочек, открыл же, все, все, все готово, давайте, бля, где мой взвод, вот мой взвод, давай, разберемся с этими товарищами, куда-то сиену, хорошо себя ощущает, что мне сказать про грубера, так, дать агро, да, дам агро, и развернул, вот так вот, потому что, это, жопа грубера в опасности, вот, похуй, нам наваливать продолжает, с бачка, без палива, так, все, все справились, все, все молодцы, так, поднимем, поднимем, груберу тяжело, говорю, именно, понимаете, для грубера, вот это финальное событие, с учетом того, что, опять, спойлерить не буду, я пояснил, я отдельно обращу внимание, на грубера, по этому поводу, по поводу того, что у него будет в билде построено, там, в принципе, идеальный состав, но, к сожалению, у грубера два варианта игры, в зависимости от того, на какое событие вы рассчитываете, кто шаристый, я думаю, догадывается, о чем я говорю, о каком выборе таланта, но, это, к сожалению, нужно учитывать, и вот именно это событие, на этой карте, но я не подбивал специально, потому что, я поставил то, что пригодится, на большем количестве, карты, и по маневрам, да, так выходит много щитовиков, вот нам и пригодится, сейчас, может, поставим гранаты, я так-то разрываю, а может, не пригодится, может, мы сейчас делаем, а нет, у нас 8 секунд, а ведь мне не наорать, но что, хочу наорать, давай, 5, 4, ну, давай, орублять, все, на всех наорал, а тут, там, тут уже прикончил, бедного этого, все, на всех наорали, ждем, так, косточку, с того, у него, понятно, ребят, ну, собственно, вы все видели, да, сделать у нас, как был в самом начале игры, на черепе, так он и продержался, представил, да, груберу здесь оказалось, потому что я не подбивал, специально, не подбивал конкретно под эту карту, сейчас вот, нет, я выбрал достаточно тяжелую карту, в плане того, что здесь миллион боссов, лорд, блядь, события, плюс, что еще, хаос патрули, штурмвера, то есть, все 33 удовольствия, то есть, я показал наглядно, в боевой ситуации, какие конкретные пацаны, то есть, могут быть с нами, или же не быть, если вы так их не заберете, там, очень много тонкостей, поэтому в гайде, я об этом все расскажу, потому что, я даже не знаю, как это сказать, то есть, там вещи есть, которые уже давно не использовались, нигде, никак, я это просто премастырил, вот, помните, вы четвертую игру, которую видели, я скажу, я ее ненавижу больше всего, да, вот на этой яме, как это все выяснилось, но именно благодаря ей, я, да, настраивал ботов, на максимального значения, то есть, вот просто максимально, что возможно было, чтобы получить от самых эффективных, которых только можно, видите, вот эту бригаду, вот эта бригада сейчас является самой мощной, мощной, то есть, лего им вообще, они хуйно лего клали, это даже не люди, понимаете, они хуйно ее клали, а я уже не говорю про то, что они вам составят приятную кампанию на катаклизм, что не может не доставлять, да, удовольствия в реалиях текущих по игре, ну, с учетом там новичков и неадекватов и просто шалупения тупорылые, вот, собственно, ребят, все вы наглядно увидели, сейчас мы заоценим стату, посмотрим, насколько я был профитен в этой игре, просто по-моему, по-моему, я зарешал, вот зарешал конкретно, если бы меня не было, вот сразу все слили, а так видели там, контроль убить, сейчас прям вот будет депос, ох, бля, я прям предвкушаю, да, нереальнейший депос, который можно было выдать, сейчас мы все увидим, чуть-чуть осталось, все принесли, все донесли, почему 8 костей должно быть больше, по-моему, ну да ладно, видно, где-то мы что-то не подобрали, о да, три, сорок, так, сколько у нас там, пятьсот девяносто девять, так, тысяча сто сорок, тысяча шестьсот сорок, на тысяча шестьсот сорок, мы сорок мобов убили с вами, парни, мы молодцы, три тысячи депоса выдали, зелот, как видите, красавел, очень нереальный, груберу, говорю, было тяжеловато, особенно в конце тяжеловато, себя реализовать, а собственно, ох, видали, я красавчик, я старался, бро, прости, вот, все, ребят, как, в общем, вы все наглядно увидели, то есть, даже без участия людей, данные боты, лего проносят в соло, если еще четвертого заменить, они бы ее еще быстрее бы проносили, там, знаете, так, авто, автофарм такой, можно было бы сделать, написать какую-нибудь там прогу, вот, новички, которым будет это полезно, разумеется, вам следующее видео, особенно, к изучению и просмотру, да, в следующем видео уже будет, ждите подробно, как раз, гайд, именно по сбору данных ботов, что касается, единственное, там есть нюансы, будете балансировать, из того, что у вас есть, потому что, здесь очень много, скажем так, интересных решений, но, для леги, там не все вам потребуется, вот, когда на кату перейдете, почувствуете, что все это нужно будет, довести до уже, до идеального состояния, все, ребят, всем удачи, приятных игр, хороших вам тиммейтов, ну, или скоро, возможно, вы их сами настроите себе, до встречи в играх, всем спасибо, всем пока, а, стой, так, сейчас, а, все четко, все, всем пока, ребят,